Всем привет. 1 января. Я в пижаме иду за шашлыками. Морозненько. Это из чего шашлык? Это из барашка. А ты все вместе сюда? Вот курицу вижу с этой стороны, здесь барашек. Вот он, шашлычок на снегу. Все, готово. Барашек и курочка, кто что любит. Горяченько ест. Ой, надо камеру включать. Приехали, смотрите, приехали 1 января. Чего там? Дед Мороз все-таки принес нам подарки? Да. А откуда вы знаете? Может быть наоборот? Сейчас вы поменяете что-то? Я поменяю. Ой, что это такое? Вот мой светильник. Светильник, как ты и заказывала, да? А у тебя чего? Чемодан. Чемодан. А у нас новогодние наклейки. Наклейки. Это дополнительно вам детворостное положено. Вот это вот снимать надо. Подожди, а как ее снимать? Вау. Как у меня. У нас детямодан. Вау, смотрите, земной шкаф там. Да, это глобус. Еще вот какая-то длинная. Я не знаю, подставка? А, нет, это, наверное, как диафильм, чтобы планеты плыли по потолку. Сейчас будем разбираться. Инструкция есть? Что там, Злат? Кто что-то заказывала? Ну, ты довольна? Инструкции нет. Ну, сейчас разберемся. А, кстати, носки. Ну, давайте еще носки. Мам, дождь, Ратя. Они такие полненькие. Полненькие. Ну, наверное, в последний день, в новогоднюю ночь, я самый большой подарок вам прислала. Злата. Злата уже красится. Злата носки. Злата, носки ты будешь хоть проверять? Или тебе уже ничего не надо, кроме косметики? Так. Опа! Ручка Деда Мороза. Ага. Что-то упало у тебя. Упало. А еще что там? А у Злата елочка. А еще там что-то. Помочь? Мощалка. Ой, в мощалке. Злата, на, у тебя такая дракошка. И смотри, смотри, в мощалке еще вот такая штучка. А что такое? Не знаю. Давай я скажу. Это бальзам для губ. Написано Lip Balm. Накраситься хочешь? Соня, поможешь Злате тоже открыть? Да, сейчас давай. Нет, а там, наверное, слюда? Ты же у себя слюда снимала. Да, если я его так раскручу, у меня слюда хорошо снимать. Ой, ну Злата теперь. И кисточки даже есть, Злата. Ой, весь сон прошел. Всю дорогу спала. Я сама хочу показать. Ну дай я посмотрю, что ты крутишься. На, поснимай пока, Злата. Я хочу круглую. Круглую. Румяна хочешь? А, вот, смотрите какой. Ах, ты какой толстенький. На, держи камеру, сейчас я открою. У меня есть губнушки. И губнушки есть, да. Переворачивай. Так, сейчас мы. Так просто не откроешь. Так, ты сейчас где-то что-то надо. Ой, мама моя дорогая. Соня, как ты так легко у себя откроешься? Да я просто прокрутила эту крышечку. У меня сюда легко снялась. Вот я и крычу, Злата. Вот, получилось. Получилось. А как ее открывать? Она как-то крут? Ага, откручивается. Ну-ка, можешь прикручивать? Ничего, сейчас у тебя коричневый. Будешь губы красить? Ничего, ты какой большой. Смотри, все закручиваю? Да. Все, на, это будет у тебя все в косметичке, в твоей теперь, да? Да. Ну что, девчонки, вы довольны? Да. Все сбылись ваши желания на Новый год. А Николаевский Дед Мороз им принес вот таких гусей громадных. Это мой гусей. Одного серого, а другого белого. Румяна ей надо. Сейчас достану. В общем, мы решили убрать пластик. И у Златы будет теперь такая косметичка, в которой все-все-все. Вся ее косметика будет. Маленько блестки просыпались. Но так еще, мне кажется, интереснее, да? Да? Вот, все. Злата, не возьмите? Нет. Ну, подожди, она еще. Нет, ну делиться надо, конечно. Это не тень, это румяна вот у Златы. А тени тут только, наверное, блесточки вот эти вот. Но потом будем еще покупать и будем пополнять твой чемодан, да? Соня, сейчас будем разбираться с твоим глобусом. Да. А здесь и сраны подписаны. А вот это не инструкция? Нет. А что это? Не знаю, вкладыш. Сюрприз, инструкция. Яркость. А, когда открываешь, вставляешь вот эту пленку вовнутрь, он должен открываться, то тогда планеты. А, он в пленке, надо его самого откидать. На, держи, нет. Ну, так вот. Ой, подожди. Он в пленке, он в следе. Какой следе-то-то что? А по кому открывать-то? Да он в следе, говорит. Да нет, он крутится. Нет тут или просто. Там не написано, как вот. О! Опа! Вот. А давай включать его надо. А, тут планеты. Так, если вот так, вот это светильник. А если вот так, то планеты должны пыть по комнате. Так, пошли пробовать. Что-то не включает. Может, я что-то не тоглила? Вот. Надо, наверное, свет вытащить. Вот, сейчас я свет выключу. Да? И будет свет? Вау! Вон планеты на потолке. Да. А как сделать, чтобы они крутились? Вот, смотри, медленно крутится. Ну, очень медленно, быстрее нельзя? Они, наверное, так медленно крутятся. Вот эти лук. Вот, крутится, смотри. Да. Сейчас, если вот так будут держать. Мне кажется, очень медленно, или они так должны? Они так должны. А, это планета? Да, планета. А если вот так накрыть, то это просто ночник. Вау! Как красиво. А если открыть? То. Ну, крутится, смотри. Да. А, ты видела? А, ты видела? А, я милуюсь. Как-то медленно, мне кажется, планеты плывут. Ну, плывут. Ну, потом разберёмся. Мне вот даже ночник больше нравится. Так, оп. У нас какое? Третье января. Девчонки себе масок навырезали с какого-то журнала. Ты кто? Кобака? Ты что не разговариваешь? Гав-гав? Только можешь говорить. И кошка. Иди сюда, покажу. Соня даже не на резинку, а на пряжу приделала им. Ну, удобненько. Ладно, хорошая. Смотри, Сеору. На свою новую кроватку купила постельное бельё. Ещё один комплект. Первый я купила 100% бязь чисто белого цвета. Вы могли это видеть во влоге в декабрьском. Кстати, я там её постирала. Я его бельё постирала. И прямо вот неглаженно застелила. Что не многих некоторых покоробила. Я не глажу постельное бельё. Это тоже я постирала. Вот сушила. Как висело сложенное пополам. Но всё выпрямляется в процессе использования. 20% хлопок. 80% пылистер. Но такое мягенькое и приятное. У меня главный критерий был серый цвет. И стальной больше, чем серый. На картинке. Заказала я, кстати, на Вальберис этот комплект. На картинке он был более светлый. Ну, да ладно. Как бы. Не такой уж и тёмный он. Пускай будет. Сейчас ещё постелю плед. Плед, наверное, посветлее будет. Это вот изнанка у меня. Блин. Лицо. Да, он посветлее будет. Единственное. Там было написано метр пятьдесят просто. И не смотрите, она коротенькая. Не хватает её вот на боковушечке. Мне кажется, не метр пятьдесят поменьше. Здесь вот прям вообще чуть-чуть. А так пододеяльник, наволочки. Всё окей. Очень приятный к телу. Мне понравился комплектик. Пусть у меня будет всё в цвет. И ещё одну покупочку. Сейчас покажу. Это вот такой халат. Сейчас я распакую. А почему? Смотрите, халат. А внутри фужеры. Представляете? Вот это в Альберис даёт. Откуда это вообще? Может, кто-то мерил? Я, кстати, не мерила. Я заказывала халат. Какая бюджетная цена была. Белый цвет. Эликсель. Страна Россия. Правда серый. Но выглядит как на камере тёпный серый. Так посветлей. В общем, цена была очень хорошая. Я думала, там будет один халатик. Потому что у меня один тёплый халат и один лёгкий. Коричневый. Я захотела второй на смену. Очень удобно. И потом, когда я уже заказала, я увидела в отзывах, все пишут, хорошая пижамка. Думаю, какая пижамка. Оказывается, за эту цену три вещи в комплекте. Халат и пижамка, состоящий шорт и маечки. Ничего не мерила. Всё забрала. Может быть, шорта мне будет и маловато. Но сейчас померю. И отправлю в стирку. Если это будет прилично на мне выглядеть, то я вам покажу, как это на мне смотрится. Надела я халат. Он, кстати, мне по размеру. Не очень широкий. Вот коричневый. Не широкий очень. Главное, чтобы он ещё больше не сел. Пижама тоже подошла. Прям тык впритык. Но я сильно не буду показывать. Вот так вот вниз хотя бы вот шорты. Всё, в общем, подошло. Воблипон, правда. Но подошло. Надо худеть. Так вот, это то я без белья. В общем, мне комплект понравился, девчонки. Хороший комплектик. Без вспышки снимают. Потому что со вспышкой, наверное. Вот. В общем, очень даже стопроцентный хлопок. Приятный к телу. Сейчас я отправлю его в первую стирку. Немножко вас обманула. Стала отрезать стикетку. Тут 95% хлопок и 5% эластан. Но это хорошо, что тянется чуть-чуть и в халате. И маечка тоже сделана в Турции. А вот на шортах, кстати, не смотрела. И вот благодаря, наверное, этому эластану, то, что всё это у меня не свободно на мне. Но вполне комфортно. Мягенько. Да, полностью одинаковый состав. Вот сейчас понесу в стирку. Да, Злат? Злат и всё со своим гусём. Вот очень любит гусь почему-то спать на чьей кровати? На маминой. На маминой. И с гусём Злата, да? Любит приходить сюда. Спим мы в каждой своей комнате. Но вот потом так и тянет нас. Особенно января. Сегодня какой января у нас? Четвёртый? Да. Прям кровать. Я куличики пеку. Куличики печёшь. Молодец. Вот. Отлично. У тебя куличики там с сюрпризом, с кладом. Или это изюм? Да, изюм. Да. На Новый год Соня получала в подарок мозаичную, какую вышивку, нет? Алмазную мозаику. Вёнздэй она её сделала. Но у меня рамки подходящие не было. Она попросила ещё её купить. Я купила ей вот такую мозаику. Ананас. Она её прям за один вечер, наверное, сделала. И у меня была вот такая рамка. Она, видите, без стекла. С фикса. Валялась, валялась. Ну, жалко было выкинуть. И, в общем, идеально подошла. Поставила в рамку. Сзади, конечно, не очень аккуратненько. Но мы её вот так поставим. И будет при деле. Сейчас она делает гжель. Но там 25 на 25. Там, наверное, в багет отдадим. И поставим на кухню. Потому что у нас кухня синяя, голубая. Отнесёшь, Соня? Да, отнесу. Слата, видите, он с какими губами ходит. Нанеси. Скажи, Соня, тебе оформили багет. Багетный мастерской. Не слышу, что говорит. А я вяжу себе вот сюда салфеточку на стол. Потому что, когда я снимаю, видите, бликует. Это отнесла, молодец. А это буду снимать. Вот туда, в краю буду двигать. Снимать на этой салфетке. Нашли домик. А, здесь стоял настоящий ананас. Мы его унесли на кухню. Сегодня будем кушать. А вот такую картиночку поставим. Пусть стоит у нас вот на этом столе. Пока тут всё новогоднее. Рядом с эльфом. Рядом с ёлкой. Вот. Сегодня у нас Рождество. Мы едем к бабуле. Все такие укутанные, потому что мороз. 30 градусов. Сейчас маленечко отморозится у нас стекло. И поедем. Ну что, сегодня Старый Новый Год. Мы собрали. Здесь у нас просто от картонок. Вот от таких вот картонных бумаг. От картонных коробок. Картон. Здесь всё от поделок. От всего на свете. Здесь Соня собрала свои бумажки. Нарисовала Зайца пока. Потому что мы прощаемся с годом Зайца. И там такая же картинка внутри. Здесь она свои вещи какие-то жжёт. А здесь я собрала. Вот видите, подписываю костёр. Вот такие коробочки. Там из поторчества. Носки, майки, трусы. Чтобы не кидать в открытом виде в костёр. А культурненько в коробочках. Сейчас мы всё это соберём. Так, бенгальские огни я взяла. Ещё бутылочку мартини надо бабуле. С тетей Таней прихватить. И всё. И поедем. Да, Златуль? Всё, готово. Оп. Сонь, кидай своих зайцев. Покажи ты сначала картинку, что ли? Да. Вот. Ну, давай. А когда это у тебя будет? Ну, пускай. Сгорит, сгорит. Пусть и вот так вот. Ладно. Доставай всё из коробок, докидай. Да. Ты хочешь? Вот в большой коробке, там все в коробочках вещи. Это не бумажно. Подожди. Ты снег-то более не пуляй. Я вот здесь. Видишь, в снег там мокрое. Вон, какой большой. Потом ехать-то, колитый. Давай с лопаткой. Давай, будь чистый. Злат, златай. Вон лопатка, снег-то. Убирайте. Прижмёт колёсами. Да. Сама тихонько. Раз. Два. Вон как. Три. Молодец. Ой, тихо. Держи вот так. Лопатка. Да, она с включенной. Видишь, как тут у нас интересно. Так. Ирла. Не расплавится. Ирла. Ой, там уже сколько касались. И... Тихо. Молодцы. Патруль, ты будешь, я тебя под наручком? Нет. Нет? Боишься? Помогите. Помогите, маменька. Я думаю. Всё, закидывай. О, ещё кидай. Ещё давай. Пожарник. Потом ты. Она же всё не закидал, ты потом. Давай. Она сколько ждала? О, она уж минут 20 ждала. Правильно, давай. Снег прилипается. Хлопаться. Как же мы гуляли? Прыгали, а я вон. Вот молодец. Вот молодец. Она сейчас ходит, а ты закидаешь до конца. Ну что, пошли чай пить, Злат. Греться, да? Пошли. Давай. У нас январь подходит к концу. Да. Да? Сегодня мы на санках за Соней. За Соней. Мы из садика ехали на санках. Покатались часок. А теперь прошёл час, мы дома погрелись. И поехали опять на санках. Вон ту гору пока ехали, мама устала. А завтра поедем Соне лыжи покупать, да? Да. Ещё надо показать нам покупки. Лопату мама купила для машины. Чё ещё? Чайник. Я ещё лоди готова. Обрабатывает, видишь? Сегодня готова на лыжи позиция? Злата, интересно, а? Злата, мне интересует, слышно. Видишь как? Ой, завтра будешь скользить. О, да. Как долго. Ну сколько воск. Вот это. Я не знала, что это проработало с водой. Ну, потому что скользили. Всё, первый раз с магазина поехали к бабушке тренироваться. Долез, не знаю, завтра дойдём или нет. Ну-ка я тебе спеть. Ну как, тебе удобно? Домально. Ну ты идёшь, а не едешь пока. Я учусь, первый раз. Сегодня воскресенье. Мы решили ещё одну тренировочку уже длительную. На лыжню сейчас пройдём. Тут при входе в лес тропинка. Соня преодолевает препятствия. Ну как, Соня? Застряла? Вот. Это вот ты. Препятствия. Намба ван. Ой, эх, лыжница. Шапку поправь. Ты чем-то видишь, что у тебя шапка на глаза? О. Эх, ты лыжница. Сейчас до лыжни доедем. Сейчас до лыжни доедем. Мама. Выезжай, выезжай. Там лыжня. Вот. Теперь по лыжне. Ты толкайся, чтобы ехали лыжи. А ты идёшь на них пешком. Вот. Толкнись, чтобы они катились. Вот. Мама, ты тебя доехала. Доехала? Да ты самая главная лыжница. Смотрите, какая кормушка красивая. Это что, тыква? Или нет, апельсин, грейпфрут. Что-то такое. А тут сало. А там не вижу чего. Мы потом на камере посмотрим. Ой, я провалилась с угром. Вот это да, какие кормушки красивые. Там пшено. И там, значит, пшено. Одна кормушка. Баранки чем-то. Баранки? Этим зёрнышками тоже. Да. Согибай немножко коленки, пружинь. Опа, стоять. Стоять. Молодец, устояла. Немножко коленки согибай, корпус вперёд. Вот, вот, видишь? Вот, вот, не торопись. Да. Они у тебя пока больше держат, чем так. Какой снег красивый пошёл. Большими хлопьями. Вот. Бег с препятствиями обратно. Прошло 40 минут. Путь всё тот же. Ну, да, тут доедет, где надевал и снимем. Да, Соня? Да, доедет. Вот, 40 минут спать будет, как убитые, думаю. У-у-у, сейчас назад сядь. Ты слишком низко села. Сама встань. Тихонько. Я не знаю, что я собачьи. Я не знаю, что я не знаю. Мы зато, он видели, бабушка одна на лыжах и с собачкой. Собачка её тянет, она ездит. Пока гуляли 40 минут, уже темно. Соня, ты что стала падать тут в конец? Ездила, ездила. Ты человек-паук. Вот, встала. Я укусай. Вставай. Вот, я держу твои лыжи. Всё, встала, отпускаю, всё. Езжай. Вот ты меня насмешила. Дерево какое принесли в коридор на работу. Сегодня первое пришло всё закрыто. Да, вообще, печёт. Вчера сходила в больницу, завтра схожу. Жду. Неохота заключим спускаться. Мы его в кабинет потом завезём. Красотень. А то это там и темно. Вошла на балкон почты. Ой, тут крыльями кто-то падал. Птичка. Ну-ка, посмотрим. Ты тут провалишься? У меня прям ноги проваливаются. Вот отсюда их. Надо Саню с лопатой. Ну что, заканчивать буду влог. Я стою перед зеркалом, потому что ведь немножко, конечно, прижалась косынка моей, прическа. В общем, я подстриглась. Раз в два года я стригусь. Ну вот, для меня это коротко. Были у меня до пояса практически волосы. Вот я подстриглась. Сегодня съездила в автосервис. В общем, я проходила, когда болела, плохой анализ был маленький гемоглобин, малое содержание в крови. Перездала. Сейчас чуть-чуть повысился. И, в общем, достаточно быстро меня приняли в поликлинике по записи, но всё равно чуть-чуть это. И у меня начала несколько дней назад стучать машина с правой стороны. Я думала, стойка стабилизатор полетела. Поехала. Мне говорят, переезжайте через два часа. Я уже думаю, всё, сейчас куплю. И, в общем, выяснилось, что эта гайка открутилась. Всего 200 рублей с меня взяли. У меня осталось больше, чем полчаса времени. Я позвонила. И опять мне повезло. Моя парикмахер. Сегодня не её день, но там заболела одна из её коллег. И попросили выйти, потому что она женский мастер. Она универсал, женский, мужской. Там одни мужские остались. И я чисто случайно к ней попала. Ну, потом уложусь получше. Покажу. А у меня фотка есть. Может, фотку вставлю, если не забуду. Я там сфоткалась, как она меня уложила. В общем, теперь у меня короткая стрижка. На этом буду завершать свой январский влог. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.